Динамо против Скры 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 Куры. Догнать его, несмотря на травму, не удалось. Хотя, откровенно говоря, мы не сильно старались. Курик хочет быть героем телевизионных хроник благодаря игре, а не потому, что травмирован. А пока Барташ покидал зону покрытия нашей камеры, удалось засвидетельствовать. Семен Полтавский также испытывает трудности со здоровьем. Не то чтобы травма, это пошло воспаление в суставе. Достаточно неожиданное. Сейчас я был в Германии, там сделали укол противовоспалительный, обезболивающий, прямо в сустав. И сейчас ждем где-то 3-4 дня. Я буду тренироваться, смотреть, как отреагировало плечо. Если укол помог, то так дальше буду продолжать в том режиме. Если нет, то, скорее всего, понадобится еще одна операция. Такая коррекция, скажем, назовем ее небольшая, после которой, в принципе, через 6 недель уже можно будет опять приступать к тренировкам. Ну а что касается Курека, то... Я думаю, дело буквально 2-3 недели будет играть, я думаю, не хуже, чем за свою бывшую команду и за сборную. Так что все будет хорошо. У нас какой-то сериал «Скорая помощь» в московском «Динамо». Будем надеяться, что это последняя серия и действительно все будет в порядке. Ну а что касается перспектив ближайших наших команд, о «Динамоцах» мы сказали. Давайте на другие планы посмотрим. Чтобы вы, опять же, не пропустили все наши матчи и трансляции. Во вторник «Новосибирский локомотив» и девушки из Казани играют в гостях. В среду «Динамо» в Нербакче принимает. Чуть позже «Зенит» Фридерис Хаффин. И важнейший матч в группе «Ауралочка» в Турции. Ну и, наконец, все завершится в четверг. Девушки из московского «Динамо» тоже важнейший поединок проводят против бакинского «Локомотива». Еще четыре наших клуба продолжают борьбу. Здесь уже стадия плей-офф. Четверть финал в Кубке КВ. «Искра» едет в Турцию. А «Мичка» принимает азербайджанский клуб из Баку. Очередной азербайджанский клуб. «Урал» в одной 16-й Кубке вызова встречается с французами. А «Динамо» из Краснодара едет в Анкару. Ну а самые последние новости, которые буквально накануне стали известны. Четыре финалиста женского розыгрыша Кубка России. А в целом, этот полуфинальный турнир, лично у меня самое яркое впечатление, это счет матч «Факел» «Динамо-Казань». Как у тебя, Таня? Самое яркое негативное впечатление, потому что играл второй состав у «Факела». И две ошибки, которые, два очка, которые им удалось набрать во втором сете, это две ошибки собственных казанского «Динамо». Но это никуда не годится. И, конечно... Можно сказать, что счет 2-25. 13 очков набрать за игру, это просто рекорд у нас в России. Таких игр не было. И в этом плане, наверное, стоит посочувствовать «Динамо-Казань», потому что ехали они далеко. Состав у них весь сплошь сборники, они очень уставшие. И так далеко лететь для того, чтобы играть в такие игры, это просто не позовидуешь команде. Я могу себе представить состояние игроков и главного тренера. Ну, «Уралочка» в Санкт-Петербург тоже приехала вторым составом, но, тем не менее, у Николая Васильевича Карполя более, наверное, длинная скамейка. И все-таки влейболистки оказали определенное сопротивление. Ну, а в целом, там, конечно, прогнозировалась борьба в Питере, Заречья и «Уралочки». Ну, и вот их встреча состоялась во второй день кубкового турнира. Давайте посмотрим фрагмент этого матча. Дело в том, что у Карполя есть и мотивация отправлять второй состав на эти турниры, потому что он играет в Лиге Чемпионов. Это не турнирный путь факела, да? Факел не играет столько турниров. Потом у Карполя самая сложная группа в Лиге Чемпионов. Ему нужно пробиваться, и сейчас все будет зависеть от выезда в Турцию и от того, как они примут дома францужин. Именно поэтому едет молодежь, и эта молодежь впоследствии становится игроками стартовой шестерки. Это тоже немаловажно. Где-то им нужно наигрываться. Благодаря Кубку России сейчас по нынешним правилам в Лигу Чемпионов не попадешь, даже если выиграешь. Понятно, что это престижно, но разорваться по всем фронтам просто не получится. Поэтому, конечно, Заречья стоит похвалить. Они, как обычно уже в этом сезоне, здорово выступили. Хотя вот борьба, конечно, была самая основная, я думаю, между этими командами. Да, ну и неожиданно Ленинградка включилась в борьбу за место в финале, обыграв первый день Уралочку. Во второй день они выиграли у Автодора. Вот в какой-то мере это действительно неожиданность. Хоть и домашняя площадка, но команда, не входящая в Суперлигу. Ну, они были заряжены, по крайней мере, на борьбу и на попытку выйти все-таки на своей домашней площадке из этой группы. Понятно, что это было не совсем просто сделать, соперник был сильнее. Но, по крайней мере, достойно играли, что уже большой плюс этой команды. Когда приезжают команды из Суперлиги, и все уже знают, что они точно выйдут в финал, то всем остальным приходится только бороться. Вот в таком вот хорошем психологическом состоянии, конечно, все лезут на лидеров, и вот получаются такие игры. Мне вообще очень жаль, что Ленинградка покинула Суперлигу, потому что команда была хорошая, много лет боролась за хорошие места, но никак не удавалось занять эти лидирующие позиции. Ну, может еще вернуться. Ну, хотелось бы, потому что, конечно, питерская школа, вот и автомобилист уже опустился из Суперлиги. Но, в общем, действительно, такие проблемы. О проблемах своей команды после этого матча, выигранного, говорил Вадим Анатольевич Панков. Я абсолютно недоволен командой. Ее нету сегодня. Я не знаю почему, но команда просто отсутствует. Она не играет и не пытается играть даже. Это, конечно, ужасно, фатально для меня. Ну, я сейчас буду просто-напросто, наверное, ставить ультиматум определенный. Если так будем играть, то мы, я думаю, что по-другому совсем будем жить. Тань, что мог, какую ультиматум мог поставить Панков в команде? Мне сразу пришло в голову, что если будете так играть, будете жить на сборах. Это самое страшное, что можно произойти с женской командой. Но мы знаем, что Одинцова очень хорошо всегда играет Кубок России. И мы даже вот шутили всегда, что Кубок России – это команда Панкова. Вот выиграет обязательно. И вот видите, они уже попали в финал. Да, решающий матч против Ленинградки. Заречи провело достойно. И вот тоже можно посмотреть фрагменты этой игры. Собственно, там никаких проблем-то уже не возникло. Здесь класс сказался, и девушки показали свой уровень. Была победа 3-0. Ну и Заречи, видимо, испугавшись и не захотев жить на сборах, немножко выложились. И, пожалуй, это была самая неожиданная группа, да, где было сложно спрогнозировать, кто же выйдет, каким составом приедет «Уралочка». Во всех остальных трех группах вышли «Динамо», «Москва», «Казань» и «Краснодар». Это именно те, на кого мы ставили в финале Кубка России. Именно уровень твоей игры. Она не зря занимает 3-4-й позиции в Суперлиге. Команда специально сильнее нас. Но мы могли все равно сыграть лучше. К сожалению, только два игрока сегодня сыграли на том уровне, на каком они могут играть. Остальные... Ну, в принципе, задачу мы выполнили. И я думаю, что это главное. Мы попали в финал Кубка. Вот. Ну, немного недовольна вчерашней игрой. Я думаю, что немножко расслабились, так как поставили и молодых девчонок дали поиграть. Вот. А так, в принципе, я довольна турниром. Все, что мы задумали, все получилось. Ну, теперь отправляемся в Красноярск. Там, на самом деле, тоже был достаточно интересный состав группы. Краснодарская «Динамо», «Мичка», «Уфимочка» и «Несей-4» команды Суперлиги. И вот как там закончился этот турнир. Материал наших корреспондентов. В Красноярске завершился полуфинал Кубка России по волейболу среди женских команд. В один вечер на площадке встретилось сразу четверо соперников. Красноярскому «Енисею» пришлось побороться с краснодарским «Динамо». А «Мичка» сразилась с «Уфимочкой». Красноярской команде с первых минут матча пришлось тяжело. В составе «Динамо» играют участники сборной страны Светлана Крючкова и Юлия Меркулова. А также лидер национальной сборной США Дэстин Хукер. Последняя правда всю игру провела на скамейке запасных. Во время прошлой встречи Хукер получила травму ноги. Если в первой партии игроки «Енисея» еще хоть как-то сопротивлялись, то в оставшихся преимущество было явно на стороне краснодарских волейболисток. К огорчению красноярских болельщиков игра завершилась в три партии со счетом 3-0. Первое, что одолевает очень много травм и не хватает игроков. Второй момент сейчас у нас одна диагональная и та травмировалась. А вот вторая встреча, в которой на площадку вышли «Амичка» и «Уфимочка», оказалась жаркой и напряженной. Две первых партии завершились в пользу волейболисток из Уфы. И в начале третьей многие болельщики предрекали проигрыш сибирячек. Однако девушки не сдавались. К концу четвертой партии счет на табло был уже 2-2. В итоге «Амичке» удалось по-настоящему вырвать победу у «Уфимочки». «Косударка» очень хорошая команда, «Уфа» тоже. Мы знали, что будет очень тяжело. Ну, всегда надо быть оптимистом. Однако в финал «Амичам» выйти все же не удалось. Путевка туда досталась Краснодару, одержавшему три победы в трех матчах в своей группе. Итак, вот окончательное положение в подгруппах. Ну, вот как Татьяна уже сказала, три «Динамо» из Оречья вышли, но... Надо сказать, что «Динамовки» из Москвы потеряли очки на тайбрейке, потому что две партии вели, 2-0, и потом попробовали резервистов. И поэтому случился тайбрейк, убедительная победа 15-5, и поэтому у них 8 очков. А всех остальных группах лидеры по 9 набрали. Ну, и теперь кто-то из этой четверки возьмет на себя организацию финала. Пока неизвестно, в каком городе этот финал состоится. Будем следить и, естественно, вам об этом расскажем. Переходим к мужскому чемпионату России. Восьмой тур позади. И самый интересный, на наш взгляд, матч состоялся в Новосибирске. Такое своеобразное дерби земляков. Хотя, наверное, от Новосибирска до Кемерово достаточно далеко, но один регион и своя подоплеку этой встречи. Сибирское дерби между Локомотивом и Кузбассом в Новосибирске оказалось для железнодорожников непростым испытанием. С самого начала игра шла очко в очко. Во второй партии гости заставили подопечных Андрея Воронкова всерьез понервничать и даже усомниться в победе. Полейболисты Лока показывали слабую игру в атаке и один за одним отправляли мячи в аут. В концовке сета эти ошибки и стали роковыми. Однако после перерыва хозяева площадки постепенно стали уходить в отрыв и две партии оставили за собой. Итог встречи 3-1 в пользу Локомотива. При этом все победные партии для Новосибирска заканчивались с одинаковым счетом 25-18. Однозначно, что сегодня Локомотив выиграл легко, конечно, я не скажу. Нам чуть-чуть буквально не хватило, чтобы дожать. Ну, тут домашняя поляна, зрители свои тоже помогают. Посмотрим, когда они к нам приедут. Новосибирский Локомотив возглавил турнирную таблицу чемпионата России, сместив с лидирующей позиции казанских волейболистов. Кстати, «Зенит» железнодорожникам удалось обойти и в Кубке России. Локомотив вышел в финал турнира благодаря спортивным показателям, в то время как Казанский клуб примет участие в финале шести за счет покупки «Уайлдкарт». В конце декабря железнодорожники попытаются подтвердить статус действующих обладателей Кубка России. Плотный график игр в регулярном чемпионате и играх Лиги чемпионов накладывает свой отпечаток. Те моменты, которые удается поработать над которыми в тренировках, ну, самое необходимое. Берем элементы буквально один-два, не больше. Потому что где-то, конечно, хочется подтянуть все, но для этого нужно время. Время сейчас на данный момент этого нет. Поэтому мы стараемся поддерживать себя в физической форме и психологическом балансе. Тренеры отмечают, что регулярные перелеты и напряжения сильно сказываются на физическом состоянии волейболистов. Это не самое благоприятное условие, чтобы противостоять сильным европейским командам Лиги чемпионов. Однако Лока справляется. На минувшей неделе команда досрочно обеспечила себе выход в плей-офф, выиграв у чешского жихостроя со счетом 3-1. В дальнейших планах выйти в финал 4-х, в том числе за счет мобилизации скрытых резервов. Здесь только можно работать в плане балансировки, ротации состава в этом периоде. Как-то, чтобы дать поиграть больше тем игрокам, которые имели мало, меньше игровой практики. И все равно рвутся в бой. Это может иметь смысл, идея. Окончательная расстановка сил в Лиге чемпионов сейчас зависит от того, как пройдут оставшиеся игры группового этапа. Новосибирцам в ближайшее время предстоит сыграть с командами из Германии и Черногории. Вероника Иванова, Дмитрий Микрюков, Новосибирск. Специально для НТВ+. Мне кажется, «Локомотив» пока самая стабильная команда по всем турнирам, если смотреть. Ну, безусловно, и самая стабильная. И вот хотел сказать, что как-то и игроки сами говорят, что в таких противостояниях северных огромный фактор имеет своя площадка. На своей территории, и Новосибирск в частности, играет крайне хорошо. И в Лиге чемпионов в чемпионате России. Поэтому здесь действительно фактор своей площадки, я думаю, повлиял на исход этого матча. Хотя сама игра была очень тяжелая. Удивительно, что «Факел» в 3-0 обыграл «Динамо Краснодар». Тоже своя площадка? Тоже, да. И особенно для Краснодара этот момент важный. Все-таки переехать из своего теплого, комфортного климата, из своего зала в Новый Уренгой. В котором в том году уренгойцы проиграли, если не ошибаюсь, одну игру. А то, кажется, вообще-то не одной. То есть, опять, фактор своей площадки, он влияет очень сильно на исход матча. Ну и плюс, не забываем о том, что так или иначе Краснодарский «Динамо» играл без своего основного диагонального, который сломался. Вот поэтому, в общем-то, все эти факторы привели к тому, что «Факел», который сам по себе набирает обороты еще на своей площадке, выступил очень хорошо. Но, честно говоря, я не ожидал такой легкой победы с счетом 3-0. Я думал, что все-таки борьба будет, но вот не получилось, как говорится. Ну, «Факел» продолжает возглавлять свою подгруппу, а, как уже, собственно, наш коллега из Новосибирска рассказала, «Локомотив» возглавил чемпионат в целом, сместив «Зенит», который неожиданно для всех проиграл в «Югре». Да, проиграл, причем, в сухую, но вот это главная неожиданность тура. Ну, и отметим также волевую победу губернии, дома против «Искры», лишь в пятом сете. В общем, вот такие результаты на данный момент. На следующей неделе состоится отчетно-выборная конференция Всероссийской Федерации волейбола, что называется «Жизнь с листа», всех уволить, заново выбрать. Ну, и накануне руководители Федерации провели такую небольшую пресс-конференцию, на которой, ну, свое видение итогов этого четырехлетия изложили. Наши команды столько раз останавливались в шаге в одном мяче от победы в различных турнирах, что говорить о том, что хорошая работа, плохая работа, уже нельзя было. Ну, это было похоже на какой-то рок невезения, которое нельзя было объяснить чисто спортивными моментами. Ну, когда-то ж нам должно было повезти, не может все время не везти. Поэтому хорошо работали, плохо работали, все равно я считаю правильно по результатам. Если мы посмотрим только на спортивные результаты, то таких результатов не было даже во времена СССР. А вот, то есть это видно, и мы считаем, что за два предыдущих года Федерация провела очень серьезную работу. На следующий год могу сказать, что, скорее всего, будет задействовано достаточное количество молодежи, как в женской команде, так и в мужской, потому что после Олимпийский год она всегда достаточно сложный и у игроков, и, соответственно, с тренерскими кадрами. Поэтому, учитывая, что есть соревнования чемпионат Европы, есть соревнования универсиадов в Казани, дополнительные какие-то турниры, достаточно плотный график подготовки, может быть, будет расширенный состав участников сборной команды. То есть, как бы институт второй сборной может появиться. Было бы это логично для именно следующего года. Я считаю, что любой игрок должен не останавливаться на достигнутом и двигаться дальше. И поэтому будем готовиться, а там будет, что будет. Но в любом случае, конечно, хочется играть за сборную всегда. То есть, это номер один. Дальше время покажется. Ну, а мы с нетерпением ждем выхода на площадку Вадима Хамутских. Пару дней назад он отметил свой день рождения, поэтому мы его с удовольствием поздравляем. Спортивного долголетия уже желать не будем, это и без нас имеется. Поэтому здоровья тебе, Вадим, успехов, терпения и семейного благополучия. Вадим Хамутских легенда, эпоха отечественного волейбола. Он впервые попал в национальную сборную в 96-м. Вместе с Сергеем Тетюхиным и другими великими игроками того поколения. В 99-м вместе они выиграли первый трофей в российской истории – Кубок мира. Вместе дошли до медали Олимпийских игр и чемпионат планеты. Увы, лишь Сергею хватило сил, здоровья, а главное запаса лет, чтобы выиграть Олимпиаду в Лондоне. Вадим не меньше заслужил этот титул. Но последний матч за сборную он провел на чемпионате Европы 2009-го. Причем на майке вместо сложной для иностранцев фамилии было написано его имя. В понедельник Вадиму Анатольевичу исполнилось 43. А за пять дней до дня рождения Хмутских подписал очередной профессиональный контракт. Это получилось немного неожиданно. В понедельник этот день он позвонил в Геннадий Яковлевич. Мне предложил встретиться и поговорить. Я, честно говоря, даже не мог предполагать, что разговор будет именно такой. Белогорье для Вадима родной клуб. Именно здесь он впервые стал чемпионом страны. Выиграл Кубок России и Лигу чемпионов. За Белгород Хмутских выступал с 93-го по 2006-й годы. Вернулся в 2008-м все с тем же Тетюхиным. И команда Шипулина закончила сезон победой в Кубке Якове. Потом были два года в Ярославле. Но и перед этим сезоном волейбольный долгожитель не остался без предложений. Было у меня и в начале сезона кое-какие предложения, но они потом отпали. Потом было одно предложение, о котором, я думаю, все знают. И с Ярославича я долго ждал конкретного ответа. И до последнего сидел и ждал конкретного ответа. Ну, у них, как говорится, финансирование в Кубке так до конца не определилось. Ну, а тут еще и предложения от Белгорода. Как говорится, не стали больше ломать голову. Подписал здесь контракт. И на родном месте сидеть всегда приятнее, чем где-то на выезде, где-то быть гастробайтом, если так можно выразить. Игру восьмого тура против Ярославича Вадим смотрел с трибуны. И снова вместе с Тетюхиным. Устанавливается после травмы и другой олимпионик, Дмитрий Ильиних. Тарас Хтеев в составе, но не на площадке. Из четырех чемпионов Лондона регулярно играет только Дмитрий Мусерский. Есть вопросы у Шипулина и к связующим. Кого из них, немца Лукаса Кампу или Сергея Макарова, может заменить Вадим? Пока знает только Геннадий Яковлевич. Но свою функцию Хамуцких определяет однозначно. Тренер на площадке, так можно сказать. Играющий тренер? Ну, играющий тренер, такого понятия нет. Но играющий тренер, тренер на площадке. Я просто помощник тренерского состава. Но опять же, находясь внутри коллектива, донося мысли тренерского коллектива более глубоко до команды, до игроков. Естественно, что я не, как сказать, не коперфилк, не волшебник. Поэтому я уже как сказал, что я постараюсь сделать все, что от меня зависит, чтобы помочь клубу, команде достойно выступить в этом сезоне. В прошлом сезоне Хамуцких стал первым российским игроком, который написал на футболке не фамилию, а знакомое всему волейбольному миру прозвище – Борода. Возвращение такой харизматичной, яркой личности, причем в составе родной команды, несомненно, добавит красок и матчем с участием Белогорья, и всему чемпионату в целом. Мы желаем Вадиму и дальше бить рекорды спортивного долголетия, радуя публику своей нестандартной манерой игры. С днем рождения, Борода! Вот, кстати, как вы думаете, реально появление Вадима Хамуцких на площадке? Все-таки есть два приличных связующих. Вот, Володь, как ты считаешь? Я считаю, что реально. У Геннадия Яковлевича всегда очень такие нестандартные ходы, и я уверен, не то, что я уверен, но я могу предположить, что... То есть он будет не только тренироваться. ...и появится, и еще там сыграет в плей-оффе где-нибудь. Это вообще реально, абсолютно. Не знаю, как будет, но это возможно. Тренировать как раз он не будет, а на фоне тех претензий, которые у Шипулина есть к иностранному связующему, частенько его Макаров заменяет, я думаю, что самое место выйти в Хамуцких и показать, как надо играть. Ну, ждем и новых неожиданных ходов от Шипулина и Белогории, и, собственно, всех других волейбольных новостей, о которых мы вам расскажем ровно через неделю. Спасибо за внимание. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова